приношу свои изменения опять я сижу в шортах ну как что такое ну что такое что за вид и не хочу сказать что кому нравится смотрите кому не нравится не смотрите но вот такой вот я понимаете вот такой вот я без всяких как бы сказать особых претензий комплексов в этом отношении а так у меня и претензий комплексов как говорится хватает будь здоров вы уж не то что извиняйте не знаю на ваше усмотрение извиняйте не извиняйте но вот такой вот я есть вот такой есть какое есть и кстати и кстати и пойдет вот как раз речь о том кто я такой какое такое и так далее если кому-то интересно конечно ну начну вот с этой записи последний комментарий на видео геморрой причины следствия значит александр мещеряков 4 часа назад написал а сам делал операцию вроде уроди понимаете вот уроди делал или не делал вот когда подобное заявляется надо знать не уроди а точно делал или не делал и тогда писать я же там вроде как вроде как тоже я даже там не вроде а прямо сказал что я избавился от геморроя не вроде не на половину не на четверть не думаю не в будущем и так далее а избавился от него родимого который меня хорошенько поучил вот поэтому если вы хотите мне о чем-то пишите вы знаете о чем вы пишите чтобы как-то это было а тем более это касалось человека далее насчет тему этого геморроя есть есть такая байка ко мне относящаяся такая байка относящаяся ко мне что якобы я рекомендовал геморрою лечить огурцом вставлять в задницу геморрой вставлять в задницу огурец значит и вот там посидеть и вот вот такое вот лечение об этом рассказывал доктор попул на нашей передаче и плюс он еще где-то там есть видео рассказывал я это хорошо знаю не вроде а точно я знаю поэтому узнавайте чтоб что было знаете вот так как должно быть а не вроде то есть не разносите того что вы толком не знаете и вот мы подошли к википедии многие значит вот смотрят что там за википедия что там допустим малахов геннадий петрович материал из википедии свободной энциклопедии и так кратко значит смотрите вот тут есть кратко геннадий петрович малахов дата рождения 20 сентября 54 года верно место рождения камень шахтинская ростовская область РССР СССР СССР страна все верно род деятельности телеведучий писатель предприниматель уринотерапевт с какого бодуна вы взяли что я уринотерапевт и отчасти это касается и предприниматель что я предпринимал что я предпринимал и кого я лечил мочой я бы там книгу написал ну так как можно назвать знаете а вот было вот такое то такое то такое то лечение и этим лечением занимались те 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 и допустим я немножко попробовал дабы узнать насколько это все соответствует чтобы это было не вроде бы а точно но людей то я не лечил что за брехня далее отец Петр Малахов правильно мать Алла Малахова у меня мать Варвара Митрофановна Иванова девичья фамилия естественно вышла за отца Малахова Варвара Митрофановна Малахова Алла Малахова ну что это такое в Википедии вы хоть опять таки не в роде а вот вплоть до того что свяжитесь с этим человеком пока я еще живой узнайте кто там мать кто там отец что там такое было супруга Нина Михайловна да дети Екатерина и Леонид да сайт генеша.ру был сейчас с ним ничего нет так Малахов.про это мой сайт именно на нем я работаю и чтоб не болел ру это сайт сына Леонида я к нему особо отношения не имею чтоб так все знали итак содержание статьи Геннадий Петрович Малахов родился 20 сентября 54-го года камер Шахтинска Ростовская область российский писатель согласен разработчик и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни автор неакадемических в скобках лженаучных публикациях о способах оздоровления организма участники ведущих ряда специальных телепередач уринотерапевт вот началось насчет уринотерапевта я сказал теперь смотрите автор неакадемических лженаучных публикаций о способах оздоровления простите а откуда это я взял это что я сам придумал вот я сам придумал клизмы которым там уже несколько тысяч лет я сам придумал чистку печени я сам придумал питание я сам даже придумал что вот эту уринотерапию которая была до меня задолго что за бред несете вроде разработчики популяризатор нетрадиционных методов ведения я их разработала и так далее все это было до меня кто это писал насколько вот это вот все вот так вот вывалилось и считается что так вот оно и должно было быть это не соответствует действительности биография родился хорошо после школы закончил ПТУ по специальности электрослесар электрослесар кип и автоматики человек который не поступил после школы ни в один институт он должен приобрести себе профессию и я ее себе приобрел перед армией да все нормально все логично все как бы сказать в 1988 году закончил центральный институт физической культуры в москве центральный ордена ленина институт физической культуры и спорта государственный закончил я его в 1980 а не в 88 8 лет куда куда в 75 я поступил в 80 окончил опять таки несоответствия ну что это такое ну спросите же у меня в конце концов не вот так вот ляпнули брякнули и все даже я пробовал с ними связаться знаете обратной связи никакой нет так пошло поехало вот такую вот брятину разносят так по рассказам самого Малахова а теперь вы услышите действительно рассказ самого Малахова к идее здорового образа жизни он пришел когда при попытке завязать со спортом перенес тяжелейшие заболевания миндалин при чем тут завязать со спортом перенес тяжелейшие заболевания миндалин другое дело там спина заболела каким видом я спортом занимался хотя бы было бы сказано что там такое то есть не соответствует это истине. Миндалины у меня удалили в 1976 году, когда это был как раз разгар моей спортивной карьеры. Геннадий попытался справиться с болезнью посредством очищения организма и для этого обратился к некому Юрию Павловичу, практикующему йогу, который сумел методикой правильного дыхания поднять его на ноги. Бред! Юрий Павлович, да, был в моей судьбе, когда я начал искать вот эти вот средства оздоровления, уже после того, как я закончился спортом, как у меня появилась семья, родился ребенок. Значит, Юрий Павлович, он об очищении организма вообще не знал. Он немножечко действительно там практиковал йогу, самую-самую-самую, знаете, элементарную, там небольшое дыхание, там прогулочки и так далее. Вот, поэтому мы с ним поговорили, обменялись. Я узнал, благодаря чему, можно сказать, он поднял себя на ноги. Но то, что он мне там рассказал, лично для меня в тот момент оно, ну, просто не подходило, оно не ложилось. Потому что я начал заниматься всем этим делом, потому что у меня был сильный геморрой, о котором я вот все там в начале говорил. Я геморройщик со стажем, знаю, что это-то такое. Вот, вот поэтому я и начал-то заниматься. Опять-таки, значит, Юрий Павлович поднял на ноги. Неправда. Позднее Малахов познакомился с последователем учения Павлова, писателем Владимиром Черкасовым. Познакомился, но, как бы сказать, Владимир Георгий Черкасов, писатель, земляк, да. С Ивановым он общался, верно. Но я бы не сказал, что он такой ярый последователь именно Иванова. Он такой разносторонний человек, он там очень многих людей знал, очень много чему следовал. И так вот односторонне сказать, что только Иванова, навряд ли. Да, он был последователем, или, как бы сказать, здорового образа жизни. Но он это понимал по-своему. Так, который дал ему книги Поля Брега, Шелтона, Уокера и так далее. Насчет книг. У него была огромная библиотека, действительно натуропатическая. Как там оно у него образовалось, я не буду там гадать, рассказывать то, что было. И мы с ним договорились. В качестве оплаты я беру, допустим, книгу Поля Брега, перепечатываю, себе оставлял первый экземпляр, ему отдавал два. Это была моя плата ему. Точно так же там Шелтона, Уокера и т.д. То есть, как я собирал библиотеку. И как я оплачивал это Владимиру Георгиевичу Черкасову. Я ему благодарен за то, что он вот это вот позволил мне вот этот наработать, так сказать, теоретический потенциал. Откуда, откуда вот это вот, как они тут сказали, разработчики, популяризатор нетрадиционных методов здорового образа, вот они все вот эти вот методы были вот здесь вот изложены. В 1986 году Малахов организовал Клуб Бодрость, в котором рассказывал, как чистить печень и правильно питаться, а также прорывал занятия йогой, гимнастикой и ушу. Ну, примерно да. Где-то в 1986 году организовал Клуб Бодрость, потому что на своем опыте убедился, что вот то, что я перепечатал и прошел через это практически понял, что это работает на своем собственном опыте. И тогда только я это решил предложить людям, только тогда. И очистили печень, и правильно питались, и занимались йогой, и немножко даже ушу. Ну, было дело. Да, было. Так, в середине 1990-х годов вышла первая книга Малахова «Целительные силы», первый и второй тома. Значит, не в середине вышла, она вышла в начале, сначала в виде брошюры, потом где-то в 1992-м появился первый том, где-то в 1994-м появился второй том, но не в середине, а в начале. Телевидение. Вышла первая передача «Здоровые образы жизни» под названием «Малахов плюс Малахов». Да, так и было. Встала потом Елена Проклова. 6 сентября 2010 года передача «Не вышла в эфир». Ага. Знакомство с родителями, так как Геннадий Малахов не вышел на съемки. Ага. Не приехал на съемки. О, интересно, дальше пишут. По данным соседей, он пытался покончить жизнь самоубийством, но вовремя остановился. Вы знаете, вот это вот для меня, как бы сказать, откровение, что я пытался покончить жизнь самоубийством. Вот так вот напишут «Жизнь самоубийством» и все, вовремя остановился. То есть, а кто ж меня остановил из соседей бы? Ну, кто ж это сделал? Так, дальше пишется. Он заявил, что у него не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу и дальше. Что в последнее время программа стала тяжелой для восприятия и потеряла подлинную народность, так как программа сменила название на «Малахов плюс генерал, Малахов плюс Морозово». Он расторгает контракт. Значит, смотрите, до момента «расторгает контракт» можно сказать, что да, она потеряла народность. Ее стали снимать очень длительно, потому что пришли совершенно другие люди. вообще в это время та команда, которая работала со мной, ради которых я понимал, что надо работать, потому что у этих редакторов семьи и так далее надо кормиться, их всех заменили. Пришли совершенно новые люди, начали совершенно по-новому там это распоряжаться. Я посмотрел на все это, и программа в том числе стала совершенно одной, и подумал, а зачем я этим самым, если я буду продолжать, я перечеркиваю все, что я до этого наработал. Но тут произошли идейные соображения, идейные соображения, которые к тому же еще наложились на то, что люди не знали, как снимать программу, по три часа одну и ту же программу снимали. В итоге где-то программы мы три снимали. Это очень тяжело, очень тяжело. Я понял, что просто-напросто надо текать. Так же он пожаловался, что потянул спину во время съемок одной из передач, и что у него не имеет права нога, а сердце побаливает. Ну было это, было это, было 10-й год, а теперь 20-й, посмотрите на меня. В октябре 10-го года стал главным ведущим передачи в гостях у Геннадия Малахова на 8-м канале. Тогда он стал известен тем, что публично заявил о возможности вылечить водкой ветряную оспу. Вот вы знаете, вот это не помню, вот это вот не помню, как это было и как это преподнесено ветряную оспу водкой. Что касается работы на 8-м канале, я там был, знаете, как бы сказать, вот, то есть мне передача нравилась. Все от людей, которые снимали передачу, которые были на передаче, и которые участвовали в передаче, и которые ввел передачу, все были довольны. Отличная передача была, отлично. Так, значит не знаю, вот водка ветряную оспу, вот не знаю и все. Хотя тут есть ссылочка на 19, это можно будет посмотреть, кто там, что там пишет такое. Так, с января 2011 года снимается в проекте украинского телеканала «Интер» с Дарвинки Булы с Малаховым. Прекрасная передача, все Украина была довольна, вот все целители шли, вот передача, и я был доволен. Киев, великолепный город, и вот само место Киева, вот этот вот Днепро, рядом вот эта вот Лавра, я уж молчу о кухне и так далее. Вот, ну, отлично, отлично. Но, к сожалению, националистические, я так понял, какие-то интересы победили в стране, и всех русскоязычных начали удалять. Ага, с мая 2012 года, после двухлетнего перерыва, возвращается на российское ТВ, чтобы вести программу в гостях у Геннадия Малахова на нашем канале. Ну, значит, это уже было, было, было. Так, летом участвует в программе «С новым домом» на телеканале «Россия-1» в качестве эксперта по народной медицине. Знаете, это передача «С новым домом» Ксей Бега, ведущий. И к нему для того, чтобы, как бы сказать, передача получилась более интересной, ну, добавили там несколько экспертов меня, там, Ганечкину и еще там других, для того, чтобы, как бы сказать, ну, повысить интерес к этой передаче. Значит, великолепно, все нормально, все хорошо. И случилось, значит, следующее. Я предупредил, что как раз меня там просят на Первый канал, какие-то там разговоры будут, и я в это время не смогу явиться на съемки. Вот, я предупредил, а редактора, естественно, никто ничего там не сказал. Ну, там, я знаю, запарка какая-то идет вообще с этим телевидением и т.д. И, короче, передача идет, меня нет такого впечатления, как я не явился на передачу, не сказав ничего. Мне позвонил, значит, кто там продюсер, состоялся такой резкий разговор, я говорю, ну, я предупреждал. Мало ли, что я предупреждал, вот, приходи и сейчас же. Я говорю, нет, я предупредил, и у меня сейчас встреча, значит, будет с руководством Первого канала и так далее. Короче, все, поломалось. А жаль, прекрасно было. С 3 декабря 2012 года по 28 марта 2014 года ведущий ток-шоу на Первом канале «Добро здоровься» со ведущей Ангелиной Волк. Было дело? Да, было. К сожалению, программа не пошла по пути доброго здоровьица, а она больше по некоторым другим. То есть она такая развлекательная больше стала. Пригласивались актеры, артисты, пели песни, то, сё, пятое-десятое. А что касается здоровья, увы, в ней практически ничего не осталось. Ну, прекрасное время. Вот этот год там с лишним оказался, можно сказать, одним из прекраснейших. Так, в 2016 году принял участие в программе «Таблетка» на Первом канале. Осенью ведущей программы «Азбука здоровья» на канале ТВ-3. Да, было, значит, осенью 16-го ведущей программы «Азбука здоровья» на телеканале ТВ-3. Я попробовался на телеканале ТВ-3. Попробовался. Передача всем понравилась. Было отснято несколько, значит, передач. Но, как говорится, понравилось всем, кроме или же там просто оказались силы, которые хотели своих ведущих, которые хотели свою передачу и которые оказались ближе к начальству и они, так сказать, всё своё дело сделали. Критика. Медики предупреждают, что рецепты, предлагаемые Малахова, могут привести к тяжёлым последствиям для здоровья, вплоть до летального схода. Вот смотрите, возьмём только вот эту вот часть. Мы возьмём сейчас только передачу «Малахов плюс». На этой передаче, помимо того, что у нас были ведущим я, Лена Проклова, которые могли там нести что-то там от себя, приходили народные там целители, которые тоже могли что-то нести от себя тяну какую-то, участники, которые тоже могли нести от себя тяну, любую. Но всю эту от себя тяну слушали эксперты. Это, как правило, доктора с образованием, которые слушали всё это внимательно и потом говорили, что да, вот это вот то, что тут наговорил он, это нормально, а вот это, что наговорено, это ненормально. То есть у нас была своеобразная такая цензура, которую осуществляли профессиональные современные медики. Поэтому вот это вот всё, что тут написано до летального исхода, значит, не годится. Далее, это уже тут они так сообщают, опасность рецептов, уринотерапия, лечения керосина и так далее. Усугубляется их широкой рекламой в СМИ и выходящими многомиллионными тиражами книг. Вот смотрите, сейчас возьмем только это, многомиллионными тиражами книг. Вот, а почему медики не напишут как бы учебник здорового образа жизни? Причем такой учебник, чтоб его вот не просто многомиллионными тиражами выпускали, а раскупали. То есть вот выходящие многомиллионными тиражами книг, вы только вдумайтесь, одно дело напечатать. Напечатать можно всё, что угодно, но купят ли это или нет? Какой там предприниматель будет просто-напросто свои деньги влаживать в бумагу, чтоб это стало макулатурой и он прогорел? Совсем другое дело, если это покупается. И смотрите, покупают люди тогда книги. Вот он купил книгу, прочитал, там что-то там сделал, она ему там ничего там не помогла, ничего такого нет. Что её тогда советуют другому там человеку, своему соседу, там родственнику? Да ерунда, взял, выбросил, да и всё. А тут тогда ж не было рекламы, тогда было сарафанное радио. Сделал там чистку кишечника, чистку печени, значит, попитался соответствующим образом. Ещё что-то там сделал и смотри, как я изменился. Живота не стало, бодрость и всё там такое. И рассказал своему соседу, сослуживцу, родственнику. И тот тоже купил. То есть вот так вот, чтобы было ясно и понятно, что это за многомиллионные тиражи книг. Они должны покупаться, а не издаваться, выпускаться. То есть это разорение для издателя. И наоборот, если они покупаются и приносят пользу, тогда вот это получается эффект многомиллионный. Чтобы было ясно и понятно. Дальше я хочу сказать, вот тут, тут разные врачи, психиатры и прочие, 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 и прочие, 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 и прочие, прочие, доктора. Да, у меня просто один к ним вопрос. А почему вы не напишите книг, ну тот по здоровому образу жизни, там, поведению здорового образа жизни, ну вообще по поддержанию здоровья для народа. Вот не для лечения, а вот все говорят здоровый образ жизни, здоровый образ жизни. А мало кто понимает, в чем он заключается. Думает, что там занятие, там, спортом, занятие еще там чем-то, там, правильное питание и так далее. Здоровый образ жизни основан на, первое, на работе сознания, как вы работаете со своим сознанием, что у вас в уме, как вы им можете управлять. Второе, как вы двигаетесь. Третье, распорядок дня. И четвертое, это питание. Это я вам кратко так сказал, потом все это расширяю. Ну почему не напишут? Вот все они такие умные, такие великие, такие там это. Они напишут книгу, чтобы она раскупалась многомиллионными тиражами. Вот задайте себе этот вопрос, и чтобы он как-то, знаете, вот ответили на него не вроде бы, а конкретно. Почему они не напишут книгу? Ну вот я кратко рассказал, что тут в Википедии пишется обо мне, где тут правда, где тут вымысел. То есть я растолковал, и я хотел бы, чтобы вот эти мои пояснения были бы внесены сюда, чтобы это соответствовало. Мою мать называли не Анной, а Варварой. Окончил я в 80-м году, а не в 88-м, и так далее. И вот тут еще последнее. 90% из того, это тут один специалист высказывается, что пропагандирует Малахов, нонсенс, его советы запросто могут нанести вред. Малахов не имеет никакого отношения к народной медицине, его деятельность вообще опасна. И еще разок я хочу сказать. Я что придумал? Уринотерапию. Я что придумал там это вегетарианство, разное там питание. Я что придумал? Голодание. Я что придумал? Движение. Я что придумал? Дыхание. Я что придумал? Закаливание. Я что придумал? Клизму. Чистку печени И прочее, прочее, прочее Все это было до меня Сделайте, пожалуйста, вот эти все люди, которые меня критикуют Я бы к ним серьезно отнесся, если бы они сделали труд по здоровому образу жизни Который сумел бы конкурировать с моим Попробуйте сделать Либо это вам не надо У вас своя, знаете, мысль о том, как лечить людей и так далее Я со своей стороны хочу сказать Прежде чем заняться вот всем этим, что я тут перечислял Системой естественного оздоровления организма Я обращался к вам, уважаемые доктора И с геморроем И с гландами И еще много кое-чем И со спиной там и так далее Но того, что я ожидал Я не получил А в некоторых случаях только ухудшение После аппендицита геморрой у меня возник Не просто так Нет поднимания тяжести А именно после операции аппендицита у меня возник геморрой Геморрой у меня возник после того, как мне гланды удалили И суставчики там стали побаливать Вот такие это дела Будьте здоровы Вы знаете, что я автор многочисленных книг По естественному оздоровлению организма Если вас какие-то книги заинтересуют И вы хотите их приобрести Пожалуйста, обращайтесь ко мне На мою электронную почту Цены вас приятно удивят Плюс моя бесплатная библиотека Всегда открыта для вас Продолжение следует...